я приветствую всех на телеканале беларусь 4 как всегда в это время с вами программа добрый вечер гомель как и обещали синоптики август выдался наиболее жарким видимо лето решила сполна дать нам все свои теплые дни и знаете стало уже доброй традиции что именно в августе многие из нас отправляются в трудовые отпуска ну а отпуск безусловно это время отдыха путешествий новых знакомств впечатлениями впечатлений и безусловно развлечений ну а какой стиль отдыха во время отпуска выбрать это уж личное дело каждого дальние поездки укрепление здоровья пляжный отдых может быть белорусские здравницы а еще отдых может быть насыщен активными занятиями и покорением например новых вершин ну а вечером вечером конечно же можно встретиться с любимыми друзьями и тоже неплохо провести вечер так что летнее развлечение именно так я решил обозначить тему сегодняшнего доброго вечера и вы кстати тоже можете стать участниками нашей программы как всегда добрый вечер выходит в прямом эфире на беларусь 4 3 7 519 номер нашего телефона код гомера 80232 ну а также мы готовы к общению с вами в вайбере на 8 0 29 2 3 7 519 мы начинаем лето на календаре и безусловно каждый стремится от этой поры года получить максимум позитива и положительных эмоций и вы знаете я всегда был уверен в том что счастливые люди самые ну одни из самых счастливых людей это те кто родился именно летом но не только люди рождаются летом например вот яркий пример радио гомель fm на этой неделе именно 14 августа отпраздновала свой 16 день рождения чем их и поздравляем ну а мероприятие которое было приурочено этому событию стало по моему одним из верчайших событий ну как минимум августа может быть и лета и вы знаете я с огромным удовольствием и под ваши бурные аплодисменты хочу в эту студию пригласить голос который узнают все из тысячи девушка ну короче танюша ушакова заходи к нам в эфир диджей радио дональд fm с праздником шестнадцатилетием большое вас сразу хочу спросить как отпраздновали как ну продолжают ли поступать поздравлений еще сейчас отпраздновали мы замечательно очень много было слушателей которые нас поздравляли людей на наших локациях в этот день 14 августа это было не так давно что это было понедельник понедельник вот говорят понедельник день тяжелый но все-таки понедельник конечно очень насыщенным это правда но порадовали с самого утра смс ки на разные виды почты приходили всякие послания и одно из них звучало так поздравляем с 16-летием это было очень приятно потому что мне давно не 16 но получать такие сообщения правда очень здорово вот по твоим ощущениям так как на радиостанции ты уже давным-давно по-моему даже от момента ее основания ну не совсем уже лет 13 заведующая отделом радио гомель fm все верно как чувствовать себя именинник на данный момент именинник рад именинник процветает мы развиваемся во всех направлениях правда мы никогда не стоим на месте двигаемся в ногу со временем скоро появится и онлайн-трансляции у нас мы уже делаем в к-лай в данный момент вот возвращаясь к празднованию к шестнадцатилетию вот сейчас нам режиссер показывает на экране пока что то что происходило именно в понедельник расскажи что это как это было у нас была пенная вечеринка на пляже погода была прохладная но в принципе народу было достаточно и даже купались люди в эту пору ну вот ты видишь да пена была люди радовались я тоже зашла в пену один раз быстро вышла это было здорово музыка играла на пляже вечеринка народ танцевал мы поздравляли друг друга слушатели нас веселились то есть настроение очень классные мне очень понравилось правда здоровском и примерно с 15 часов и уже наверно до 20 или 21 делали вечеринку ну как раз таки говорю я недаром пригласил именно тебя потому что и 16 лет радиостанции и летнее развлечение все такое знаешь один к одному совпало в принципе кому пришла идея организовать именно такое шоу со всеми элементами я уже так пофамильно конечно не вспомню это была какая-то общая как рождалась идея этой концепции принципе обычно это мозговой штурм мы собираемся кто-то что-то придумывает мы собираем все это вместе спасибо огромное заместителю директора нашей телерадиокомпании дмитрий олеговичу денису у него было очень много идей которые в результате воплотились сначала казалось как это сделать и потом мы поняли что это возможно у нас помимо локации на пляже на пляжной вечеринке были еще мероприятия в фастроле тоже там ну я хотел просто сказать что и в эфире и за рамками эфира все было пропитано атмосферой праздника конечно а еще у нас очень отличная штука была заезды на велотренажерах акция крути педали каждый час два человека радиослушатели выбирались они заранее приходили непосредственно в студию гомель фэм не знаю наверное тут были кадры тоже но мы попросим режиссера юлия хорошина еще раз показать возможно сейчас помним эти момент на скорость крутили люди педали и мы выбирали каждый час победителя который получал подарки и от кафе фастрол и от вен 2 от комплекса можно победителю теперь целый месяц безлимитно плавать в бассейне вот жалко что ты не участвовал саж вот правда вот можно я раскрою тебя маленькую тайну и похвастаюсь на да крутила и педали тоже в этом пресловутом конкурсе через 16-летие радио гомель fm я тебе скажу больше если ребята сказали мне правду то по итогам всех кто у вас самого утра крутил педали я дистанцию по положенного на расстояние которое нужно было проехать километр мы ехали километр вот я второй в списке там один парень проехал за минуту 7 секунд у меня получилось минута и 12 секунд так что я тебя поздравляю ну молодец я мне кажется должна похлопать и все остальные тоже потому что это было сложно правда я видела как это происходило просто на разных локациях перемещали я всегда в длинных плат я пофотографировалась на велотренажере саж мне вот было предостаточно этого перформанса я видела как крути друг я знаю ты превосходно танцуешь но не буду я тебя сегодня заставлять это делать в общем танцуешь ты лучше чем крутишь педали однозначно я много чего делаю лучше чем кручу педали танюш вот смотри дарить праздник слушателям там ну ваша обязанность ваша работа ваше призвание это скажем так святой долг всех людей которые являются голосами и бойцами невидимого фронта гомель fm а вот какой летний отдых лично ты предпочитаешь активные пляжные оздоровительные вяло текущий перманент ну мне кажется знаешь отдых это не отсутствие работы это смена деятельности прежде всего и поэтому если получается в один промежуток отпуска совместить например сначала активно по отдыхать вообще активность не очень при меня 3 7 519 номер телефона прямого эфира друзья присоединяйтесь к нашей беседе говорим о сегодня о летних развлечениях вы знаете летний вечер это по моему вообще какое-то особое магическое мистическое волшебное время вот когда солнце уже не слепит а летний ветер тепло создает уют ну а в гости спешу пригласить тех людей которые дополняют это чувство уюта давайте встретим их бурными аплодисментами это команда паба гарри поттер здравствуйте я бы даже сказал администрация паба гарри поттер присаживайтесь спасибо что этим вечером вы решили выйти из своей территории заглянуть к нам на огонек у нас сегодня в гостях директор паба гарри поттер дмитрий корнилов и андрей шишаков давайте с вами ближе познакомиться потому что вот если честно волновался и забыл как же вас правильно представить представитель паба гарри портер как я иногда называю странах снг ближнего зарубежья отлично вот смотрите для большинства август время отдыха для вас же это наоборот если я правильно понимаю горячие дни и горячее время ну да лето солнце жара я вас перебил извините или ничего страшно да лето для нас жаркий момент потому что люди ходят по улице им очень жарко мы для них подготовили специально еще напитки прохладительные об этом мы дальше с вами поговорим расскажем покажем он для нас это очень такое ну вот папа гарри портер насколько я могу смотреть и по отзывам в соцсетях и вообще по активности того что происходит в городе с вашим участием уже заведение завоевала до в доверия многих горожан расскажите вот какова концепция заведение сегодня ну сейчас наша концепция это объединить людей неважно мужчины и женщины и по возрасту тоже не принципе не важно создать для них это на душевную атмосферу такую домашнюю более чтобы не себя как дома такая семейная атмосфера вот такая она сейчас концепция создать такую большую семью да 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 никто не чувствую себя неловко все как бы все рядышком находят свои тарелки всем всем хорошо то есть ваша основная задача как администрации гарри портера создать все необходимые условия для этого чтобы людям было комфортно отдыхать кстати друзья я попрошу вас еще поаплодировать и сейчас объясню почему сегодня давайте вы аплодируйте а я скажу сегодня у нас еще с нами один мастер профессионал своего дела который вот вместе со мной так вот боец невидимого фронта начал программу это руслан рустамов бар менеджер в ресторана гарри портер давайте ему еще раз поаплодируем потому что я знаю на что способен этот бар менеджер немножко позже мы с вами это увидим ваш девиз настоящее логово душевной атмосферы вот если детализировать раскрыть тайну но но принципе из из концепции перетекает в слоган людей мы хотим создать более такую уютную домашнюю атмосферу каждый чувствует себя комфортно нашими заведениями кстати сколько лет гарри портеру уже три года три года в общем то можно сказать еще такие мады молодые зеленые юные но уже успешно стоявшиеся состоявшиеся конечно можно смело об этом заявить вот насколько я мог оценить гарри портер это не только ресторан но это еще и развлекательные центр вот только что нам режиссер представили на видео стене тут и концерты и танцы и шоу программы так у вас каждый день весело или все-таки бывают какие-то передышки для того чтобы спокойно пообщаться ну сами концертный программ нас в основном идут по выходным там пятница суббота у нас выступает живая музыка кавербенды по четвергам и средам у нас различные тоже акции идут именно под наш пап акции и по воскресеньям тоже нас выступает живая музыка то есть принципе у нас каждый день какая-то какое-то движение есть а вот то например что касается развлекательные развлекательные шоу части вы кто у вас этим занимается и насколько скажем так трепетно насколько тонко вы подходите к этому моменту в основном это занимаясь этим я как вы отбираете музыкальные коллективы которые на ваш взгляд должны выступить на сцене гарри портера но сейчас они уже отобраны в принципе потому что уже с ними работали так первоначально мы скажем проводим прослушивание слушаем как они выступают как я веду себя на сцене какую какой репертуар они исполняют тогда уже принимаем какое-то решение а так у нас сейчас играют топовые группы нашего города ну и не только принципе нашего если приезжие андрей что можете добавить ко всему вышесказанному неожиданно конечно смотрите то есть тоже сейчас наше заведение начало и прямые трансляции начали показывать в том числе начали прямые трансляции как и по футболу а сейчас начнется скажем так и чемпионат англии начинается и другие какие-то чемпионат начинается по футболу в том числе в дальнейшем будет их хоккей показы трансляции то есть это будет во всем заведении в том числе там в одном зале скажем так и во втором то есть поэтому я думаю всегда найдется каждый день будут находить для себя места и время и мероприятия которые будут интересны нашему городу и гостям нашим городом вот вы знаете всегда как только появилась как появился пап гарри портер в нашем городе но безусловно ассоциируется с именем волшебного мальчика волшебника какое-то интересное волшебное блюдо если то что а чего можно сказать вау это фантастика дмитрий ну тут не гарри порту родит отсылка тут правильно портер этаж от основателя кто изобрел ну сорт пива то есть я они тоже не поттер а гарри портер узнаете наверно все думают что это гарри портер после этого мой мир уже не будет прежним я уже по слову логова поняла что в основном мир мужской в баре потому что исходя из трансляции хотя я знаю девчонок которые с удовольствием вместе своими парнями приходит и наслаждаются и сами приходи за парни в ума оставляют в том числе и на девичник даже приходили девичник устраивали специально чтобы во время трансляции да они конечно они преследовали может другие цели они приходили большой компании да то есть как уже там да вот поэтому и что смело теперь можете проанонсировать что самый пожилой яркий голос радио гомель фм гомель плюс гомель плюс скоро появится на территории гарри портера вот теперь я правильно произношу это ударение могу сказать что самые положительные отзывы первые отзывы когда-то несколько лет назад тут парочку буквально я слышала от партнера по утреннему эфиру радио гомель плюс константин камко он живет в белице где-то недалеко от вас там и он зашел в гарри портер это стало его любимым заведением прости кости может я тебя где-то что-то выдала свои тайные секреты но это было так правда и после этого я только положительные действительно моменты слышала об этом заведении это хорошо и замечательно у нас еще целый вечер о том чтобы обсудить многие вопросы друзья как же вы проводите лето пишите к нам вайбер не стесняйтесь 8029 237 519 ну а также звоните к нам в студию ну а вы знаете я бы хотел затронуть еще один сегмент летнего отдыха сейчас все объясню подробно что к чему санатории вот лично у меня ассоциации что там всегда все спокойно а приехав туда можно позабыть обо всех делах печалях заботах каких-то проблемах ну и безусловно в санаторий можно исцелиться от абсолютно любой хвори и вы знаете как показывают отзывы все в том же интернете это действительно так ну а сегодня у нас в гостях санатории сосна открытого акционерного общества мозорский нефтеперерабатывающий завод встречаем аплодисментами ну а я с огромным удовольствием представлю вадим сергеевич мартинович и галина якимович представители санатория здравствуйте здравствуйте спасибо что приехали проходите присаживайтесь а вадим сергеевич наверное вам как начальнику санатория будет адресован мой первый вопрос вот что сегодня сантурии собственно и предлагает своим посетителям в сосновом лесу далеко от города в 25 километрах санаторий это отличная лечебная база медицинская и оздоровительная оснащенная современным оборудованием это комфортные номера категории стандарт и люкс 1 и 2 местные это красивая природа это возможность заниматься спортом это спортивные площадки спортивный зал тренажерный зал бассейн сауна вот для любителей отдыха на природе есть мангальные зоны есть возможность отдыхать на пляже порыбачить поэтому мы предлагаем широкий то есть я так понимаю все все что нужно для комфортного отдыха и даже чуть больше я бы сказал так побережье припяти сосновый лес никакого городского шума по моему это уже релакс который можно получить но есть еще и лечебно без лечебного эффекта я имею ввиду но есть еще целый комплекс который от которого можно который предлагает на лечение от той или иной болезни а то или иного от того или иного недуга у нас большая база физиотерапевтического лечения используем как уже проверенные методы так и достаточно современные то есть у нас мы каждый год стараемся обновлять свою физи свою физиотерапию что-то внедрять новое на данный момент у нас помимо например основного электролечение а также тех процедур вот тот же бассейн сауна как вы что сказал этим сергеевич у нас есть такие процедурки как массаж всеми проверены подводный душ массаж есть замечательно процедура общая магнитотерапия она достаточно эффективная и так как проверенный временем но современные при этом удар но волновая терапия высокотоновая терапия а кстати что такое ударная волновая терапия и для чего она предназначена ну ударно волновая терапия для вас наверное на данный момент лично для вас может быть не настолько актуально это для людей у которых я заболевание с опорно-двигательным аппаратом. Чаще это заболевание суставов и заболевание позвоночника. Метод основан на том, что звуковая волна, которая подается аппаратом, разрушает участки костей и хрящей, и там возобновляется по-новому уже процесс восстановления этой ткани. То есть методом разрушения строим новое. Сейчас эти болезни молодеют, и уже можно, мне кажется, в нашем сошвозности тоже принимать эти процедуры. Профилактически же тоже? Профилактически нет. Это только лечебно. Но для молодежи это, например, какие-то, если это молодежь, да, посттравматические проблемы, да, это процедура лечения. Ну, говорим мы сегодня и о летнем отдыхе, и вот затронули тему того, что отдых можно провести с пользой, скажем так, поправить свое здоровье. Не могу не поинтересоваться, какова же география тех людей, которые стремятся попасть именно на территорию ваших сосен? Ну, помимо работников нашего предприятия, помимо граждан Республики Беларусь, которые к нам приезжают, это в основном из иностранцев, граждан Российской Федерации, большей частью, но и приезжают к нам и граждане Украины, Израиля, отдельных стран Европы. Вот, поэтому география достаточно широкая. А как купить путевку? Очень просто, можно позвонить по телефону 37 35 77 с кодом города Мозыря, вот там вам ответит специалист, который занимается продажами, и он вам спланирует ваш заезд на то количество дней, которое вы хотите, от 10 до 21 путевку предлагаем. Кстати, вот тоже хотел спросить, вот раньше, когда меня родители отправляли в пионерские лагеря, там, по-моему, была путевка на один СОЗОВ, это, ну, скажем так... 21 день. По-моему, было больше, по-моему, был целый месяц. Меня отправляли как-то надолго и всерьез. То есть, сколько времени нужно для того, чтобы, например, попав в санаторий Сосны, ну, скажем так, выйти оттуда совершенно новым человеком? Ну, если... Хватит ли 21 дня? Если идет о лечении, то, наверное, хотя бы дней 14. То есть от 14 до 21 дня, это как бы оптимально, когда можно получить какое-то оптимальное количество определенных процедур, чтобы достичь лечебного эффекта, либо какого-то оздоровительного эффекта. Ну, я еще знаю один секрет, и я его, наверное, в эфире сегодня начну потихоньку раскрывать. Каждый санаторий, каждая здравница гордится своей уникальностью. Тем, чего нету, ну, скажем так, ни в одной другой точке, ну, как минимум, Беларуси в частности. Я знаю, что такая особенность есть и у вас. Давайте раскрывать все детали, подробности, давайте раскрывать эту тайну. Конечно, у нас производится добыча минеральной воды, собственной скважины. В общем-то, с нее и начинался санаторий, с этих двух скважин. Первая вода у нас, первая скважина подает воду высоко нерализованно, используется для минеральных ванн. А вот вторая вода, она уникальная в своем роде, потому что в ней содержится гуминовая кислота. Вот она у нас стоит на столике. Она такого цвета, специфического. Необычного. Да, необычного, потому что в ней содержится гуминовые вещества, а именно их фракция гуминовой кислоты, которые являются природным лекарством. С природным антиоксидантом. И эти вещества, они позитивно действуют на клетки печени, восстанавливают их структуру и запускают активные процессы в этих клетках. То есть, таким образом стимулируются различные функции печени. Наша вода исследовалась в эксперименте Национальной академии наук и институтной физиологии. Исследования происходили под руководством доктора, профессора Лащика Владимира Сергеевича. И был доказан лечебный эффект нашей воды при экспериментальном гепатите, а также запатентован метод для санаторно-курортного лечения нашей водой хронического гепатита. А мы сегодня пробовать будем, насколько я понимаю. То есть, эта вода лечит печень. Да, в первую очередь. Друзья, давайте поаплодируем этой чудесной воде, этому чудесному месторождению, где ее нашли, в санатории сосны. Скажите, ну а ее можно пить всем? Или она тоже, как считается... Лечебной. Конечно, можно пить всем. Естественно, как любое, скажем, лекарство, неважно оно природное или оно синтетическое, оно имеет определенную лечебную дозу. То есть, в определенных количествах вода полезная. Если, конечно, мы будем иметь передозировку по тем же гуминовым кислотам, то уже могут присоединяться побочные эффекты. Поэтому оптимальная дозировка 100-200 грамм воды за 30 минут до еды натощак. Вот, в общем-то, у нас есть бювет, доступ туда свободный всегда, отдыхающие могут приходить и пить на месте, либо забирать с собой. Скажите, а такая вода долго ли она хранится? Ну вот, к сожалению, из-за того, что у нее содержатся органические вещества, она хранится недолго, поэтому возможности бутилировать ее или реализовывать как-то нет. Поэтому ее можно употреблять только находясь у нас в санатории, скажем так. Интересно. Мне интересно, какая же она на вкус? Татьяна, давай дегустационный момент отлушаем немножко на потом, потому что у нас впереди в программе будут те ребята, которым водный баланс нужно пополнять бесконечно. Это те, кто активно предпочитает проводить лето. Об этом немножко больше. Лето продолжается и в эфире телеканала «Беларусь 4» тоже. Три семерки 519, номер нашего телефона. А также не забывайте писать нам в Вайберу. Вот я уже здесь вижу, вы присылаете, вы поздравительные послания. Кстати, в честь радиостанции 16 лет, всем поздравляю. Спасибо, Танюш, потом все обязательно тебе лично зачитаю. Ну и, конечно же, нашим зрителям. Ну а, друзья, прямо сейчас я хочу пригласить в студию ребят, которые много знают об активном отдыхе этим летом. Более того, это жители нашего города. Они прекрасно разбираются во всех тонкостях активного отдыха. Ну а то, что они умеют делать, ну я бы назвал это настоящим шоу. Это ребята из нашего города. Давайте их встретим бурными аплодисментами. Тренеры по паркуру Гомельского паркур-клуба. Виталий Годунов и Ардем Юрашкевич. Здравствуйте. Ух ты. Ух ты. Привет. Слушайте. Здрасте. 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 Вы всегда так эффектно появляетесь? Ну, стараемся. Много всяких вопросов, с чего же начать эту беседу. Но после этого прыжка хотелось, вот хочется спросить. Так что же такое паркур? Сам паркур в переводе с французского языка. Переводится как полоса препятствий. Его суть заключается в рациональном преодолении препятствий. Маршрут из точки А в точку Б. Максимально короткое время. Минимально затратить энергии. Максимально быстро выводить. Понимаете, просто до этого момента я думал, что все, что происходит в видеороликах, которых я посмотрел много перед сегодняшним эфиром, я думал, что это где-то там такое может существовать. В Гомеле, в реальной жизни, ну, такое просто невозможно. Оказывается, вот вы яркое подтверждение, что это все возможно. Как долго учились, и вообще как пришла идея заняться этим, ну, скажем так, достаточно экстремальным видом спорта, который сейчас, ну, я так понимаю, для вас еще и активный отдых? Ну, все началось с фильма «Ямакаси» «13 ролен». Тогда всем хотелось и полазить, и попрыгать, большей части народа. С этого все и начиналось. Начали лазить, прыгать, повторять за кумирами. Вот так вот, перешел паркур в наш город. Сколько времени вы проводите именно за этим занятием, передвигаясь таким вот образом? Большую часть жизни. Большую часть жизни. Ну, хорошо. А сколько же лет уже отдали этому? Десять лет назад, друзья, это достойно бурных аплодисментов. Много ли желающих на данный момент в Гомеле так вот прыгать и передвигаться так, как это только что показали вы в нашей студии? Максимальный пик был в 2007 году, потом все пошло на спад. В последнее время к этому снова появляется интерес у людей, потому что проводятся различные фестивали. Цирк «Дюс-Алей», опять же, то есть набирают в программу себе для выступления ребят, которые этим занимаются. Не было ли желания тоже пройти кастинг в подобное шоу и применить свое мастерство в больших масштабах? Паркура именно в нашем городе, в нашей стране, потому что, к сожалению, в отличие от Европы, от Соединенных Штатов, у нас все это очень плохо развито. И можно развивать, что у нас это хороший маршрут. Я попрошу микрофон поближе, чтобы вас было слышно получше. Кстати, то, что... Что же надо для того, чтобы заниматься паркуром? Это какие-то особые приспособления или это хватает того, что, например... Хватает. Вот можно тренироваться на ровном месте, достаточно кому-то вообще может одного бордюра. Но паркур, он универсален тем, что он под все может подстроиться. То есть он приспосабливается к условиям, которые у тебя есть. Танюш, у меня к тебе вопрос. Неожиданно. Вот в этом году радиостанция отпраздновала свой день рождения пенной вечеринкой. Может взять на заметочку этот вид активного отдыха, паркур и удивить своих? Я думаю, стоит, конечно. Во-первых, это интересно посмотреть, как это выглядит в полной программе, что вы еще умеете делать. Я думаю, что наших слушателей вряд ли мы будем заставлять повторять то, что вы делаете. Это чревато последствиями. Но мне кажется, что вот молодые люди, обладающие физической силой некой, нужна какая-то особенная подготовка или это развивается уже в процессе? Это может сделать каждый? Да, это может сделать каждый, но с определенным уже уровнем тренировки. Можно прийти с абсолютно нулевым уровнем, не важен возраст, вес там, рост, как многие считают. Можно абсолютно с нуля начать и постепенно у каждого свой порог страха, свои способности. Все постепенно развивается и совершенствует дело нет. Если у меня верная информация, то все желающие могут прийти в паркур-школу к вам и обучиться всем азам мастерства. С какого возраста? Набираем детей с 8 лет. То есть 8 лет это уже достаточно? Потому что глядя на малышей 2-3-4 лет, какие они прыгучие, то уже... Просто есть такой нюанс, что когда к тебе приходят уже маленькие детки, не все умеют прыгать, то есть идет упор не на паркур, а на развитие общих физических упражнений, которые потом, впоследствии, нужны для изучения базовых движений и более сложных элементов. Ребята, я желаю вам успехов в этом начинании. Спасибо, что таким странным образом, интересным образом появились у нас в студии. И можно таким же образом под наши аплодисменты завершить влог с вами. Спасибо вам большое. Ух ты, супер! Наш эфир продолжается, друзья. Говорим мы сегодня о летних развлечениях. Активный образ жизни показали нам ребята из школы паркура, на что уже они способны. Но вы знаете, если честно, то немножко даже им позавидовал. Обещаю, что как-нибудь на досуге это попробую. Но только так, чтобы никто не видел. А если у меня получится, то продемонстрирую и, наверное, перед вами. Но для этого выберу какой-нибудь особый хороший момент. Ну и, наверное, повод. Ну а если уж говорить дальше об активном отдыхе, то вы знаете ролики. Популярность, по-моему, они завоевали в годах 70-х прошлого века. И популярность эта не уходит и по сей день. И сегодня пользуется огромной популярностью, имеет огромное количество поклонников. Давайте поаплодируем. Ребята, заезжайте. У нас в гостях сегодня представители команды гомельских роллеров Антон Гин и Максим Скутин. Здравствуйте. Как ваши дела? Здравствуйте. Все отлично. Приехали. Приехали сюда к вам покататься, показать, что умеем. Ну, говорят, роликом все возрасты покорны. Так ли это? И на ваш взгляд, в чем же успех этих вот ботинок с колесиками? Да, действительно, любители есть и в достаточно почтенном возрасте. 70 лет для некоторых это не предел. Занимаются, катаются, приходят учиться в этом возрасте. То есть это не начало. То есть начинают с этого возраста недавние поклонники, начинают в большом возрасте. Но если говорить о возрасте, с которого начинают, можно с 3-4 лет увидеть детей на роликах. Ну, говорим мы сегодня о летних развлечениях. Вот у меня к вам вопрос. В чем же здесь могут помочь ролики? Мы, к примеру, собираемся народом и едем изучать город по новым тропкам, по новым дорогам. Подождите, по новым тропкам. Но эти тропки должны быть, наверное, хорошо засфальтированы. Потому что тропки, которые я представляю в моем понимании, если по лесной чаще ехать на велосипеде, то это одно дело. Но ведь на роликах и на том же модном гироскутере там не проедешь. На некоторых роликах можно ехать и по мелкому песочку, и по маленьким камням. Там огромные колеса. И по городу мы катаемся, как и Максим. Когда мы встречаем кого-то маленького или кого-то большого, мы предлагаем свою помощь в обучении. Как кататься, как стоять правильно. То есть любого возраста человек. И приглашаем в свою группу ролеры города Гомель. Где мы договариваемся кататься вместе, катаемся днем. У нас есть еще ночные покатушки. Недавно, буквально неделю назад, мы ездили в Минск и катались с велосипедистами. Нас было 120 человек. И мы проехали дистанцию в 55 километров. Ну вот смотрите, раз заговорили про Минск. В сентябре планируется Минский международный марафон. А в Гомеле какое-то подобное событие такого масштаба? К сожалению, у нас не так много поклонников, как в Минске. Ну то есть это уже в марафоне спортсмены подготовленные в основном участвуют. У нас не так много их. Но вообще не такая проблема приехать в Минск поучаствовать. Очень здорово прокатиться по центру города. Вот у меня к ребятам из Гарри Портера, простите, вопрос. А как насчет идеи, например, вечеринки на роликах? Вокруг, наверное, только если. Как вы думаете, нужно ставить на ролики и играть свои песни? Официантов поставим на ролики дополнительные тоже, да? Тогда придется персонал, гостям тогда придется ходить за своими блюдами, которые они заказывают. Потому что я думаю, с этим тяжело будет. А зимой потом положить лед и на коньках. Смотри, сколько сразу идей возьмут. Очень хорошая идея. А у меня есть вопрос к ребятам. Конечно, конечно. Возможно ли взять на прокат где-то ролики? Или это надо уже свои иметь коньки в наличии, чтобы учиться с вами кататься? К сожалению, в Гомеле негде. Ага. Поэтому только свои. Покупать, да? И приходить. В Гомеле нет хороших роликов. Вот вы знаете, у меня еще есть один вопрос к представителям санатория Сосна. Вот скажите, если рассматривать, скажем так, лечебный эффект от роликов, что, Галина Ивановна, что бы вы могли сказать? Ну, в принципе, как любой вид спорта, наверное, тоже те же ролики укрепляют мышцы спины, улучшают осанку, если это правильно, да, заниматься спортом. Если нет травм и, опять-таки, соблюдать все какие-то защитные, да, меры, то почему бы и нет? То есть те же ноги, фигура у девушек и у парней, я думаю, что да, это очень даже неплохо. То есть медицина пользует эффект подтверждает и говорит «за». Вы знаете, ребята, вот я не зря сказал, что те, кто ведут активный образ жизни, в частности, роллеры, наверное, в пополнениях водного баланса в организме тоже часто нуждаетесь. Вот вы знаете, я до этого момента, подъезжайте сюда, к нашему дегустационному столу, давайте на ребятах, которые вот сегодня приехали к нам в студию на роликах, проверим свойства этой воды. Не против? Мы только за. А те, кто не на роликах приехали, тоже? А сколько времени дается на реакцию организма? Вот видите, сразу сколько, много вопросов у наших гостей. Есть? С печенью, на печень, да? С печенью есть проблемы? Наверное, одного стакана будет недостаточно для того, чтобы... Нужен курс. Да. А курс, напомните, это... Курс от 14 дней. Готов? От 14 дней. То есть каждый день на завтрак, обед и ужин необходимо. До завтрака, обед и ужин. Уже надо, да. А у вас там есть дорожки вот в санатории? Хватит дорожек для того, чтобы роллеры катались? Татьяна. Да. Я давно уже дала этого момента. Ваш стакан? Ну вот осталось только сказать ваше здоровье и поддержать это все бурными аплодисментами. Давайте поддержим аплодисментами. Ничего, спасибо. Как по вкусу? Необычно. Необычно. Ну, солененькая. На минеральную похожа вообще. Она минеральная. Она есть минеральная. Ну, только белого цвета в бутылках продается. Примерно такой же вкус у этой воды. Вкусно. Не знаю, что сказать. Необычно. Спасибо вам большое за то, что приехали к нам. Надеюсь, что покиньте эту часть нашего разговора таким же необычным образом. Заодно покажете нам мастер-класс, а мы вас поддержим бурными аплодисментами за это. Вот смотри, я понимаю, что тоже хочу так же научиться. Вот так. Так ты уже умеешь. Вот так я уже умею. В свою особенность. Первые там прошли. Ну, здесь еще достаточно скользко, поэтому... Спасибо. Спасибо большое. Эфир на телеканале «Беларусь-4» продолжается наш замечательный летний вечер. И вы знаете, раз уж пошла у нас дегустационная тема, я предлагаю ее продолжить. Сегодня вы, так сказать, приехали со своим вместе. Пойдемте, приглашайте нас к барной стойке. Рассказывайте, чем же в это время, пока мы тут с вами разговоры разговариваем, занимается наш Руслан. Руслан, наконец-таки здравствуй. Добрый день. Рассказывай, что же входит, скажем так, в обязанности бармена Паба Гарри Портер? Ну, изначально это приготовление и отдача вкусных напитков, чтобы все наши гости оставались полностью довольны. Ну, вот смотрите, сейчас лето, и кроме тех напитков, которыми славится ваше заведение, я так полагаю, что есть какая-то специальная летняя карта. Давайте расскажем о ней более подробно. И вот расскажем о том, что же сегодня жаркими вечерами предлагается посетителям. Ну, изначально предлагается в нашем летнем предложении это лимонады, которые основаны полностью на фруктах, без каких-то химических добавок. Все это натуральное абсолютно. Также предлагаем молочные коктейли и ягодные пунши. Прошу, угощайтесь, попробуйте. Татьяна. Ой, конечно. Ну, теперь аж два стакана. Спасибо. То, что касается, например, задумки. Вот, вы знаете, давно на многих мероприятиях, тот же, если вспомнить городской фестиваль, я обратил внимание, но и не только я, все, кто бывали на этих мероприятиях, и также на некоторых закрытых вечеринках, вот этот вот знаменитый аквариум, который превращается, постепенно наполняется. Вот авторами концепции, кто выступает, откуда черпаете идеи? Ну, авторами был наш коллектив, просто мы хотели создать какую-то такую, ну, найти такую емкость, чтобы гости все видели, что у нас полностью натуральный продукт, чтобы они видели, что они пьют полностью из фруктов. Ну, то есть, задумка была в том, чтобы гости видели, что они конкретно пьют, что это все натуральное, и ничего здесь, никаких примесей нет. А как появляются новые вкусы? Кто является автором того, что, с чем будет хорошо гармонировать? Все так же мы коллективно садимся, через пробы и ошибки, пробуем различные, ну, смешиваем различные градиенты, пробуем все. Мне понравилось, путем проб и ошибок. Да, ну, какие-то вкусы смешиваешь, не совсем вкусно получается. Есть ли какие-то элементы, которые вы черпаете, например, заведения подобного формата из других регионов, из каких-то европейских стран? Ну, конечно, учиться надо у лучших, поэтому мы тоже, естественно, посматриваем, ну, непрямую даже конкурентов, что у них сейчас есть. И лимонады сейчас по всей Европе, это очень актуальная тема. Гарри Портер, это не только одно заведение, вы, если я правильно понимаю, занимаетесь еще организацией каких-то выездных мероприятий. Расскажите, какие масштабы вам подвластны? Ну, последние мероприятия, которые мы посещали, это был наш городской фестиваль еды. И как раз следующий фестиваль будет проходить 27 августа, тоже мы будем там присутствовать с новым меню и с новыми коктейлями. Можно уже сейчас говорить, что же это за новые коктейли у вас там будут представлены? И что за новое меню? Ну, еще не нужно. Еще пока секрет поварок. Или еще не поварок. Пока секрет фирмы. Пока Гарри Портер, пока сам не попробует. Пока не обсудите, что вкусно, что невкусно, то есть на публику этого носить не будете. Подвластны ли вам детские праздники? Ведь известно, что детская публика, она самая, ну, не то что капризная, и не то что избаловная, а самая требовательная. Ну, детские дни рождения мы проводим у нас в заведении. Для детей у нас есть отчасти такое детское меню. Дети же любят всякое сладенькое, такое большую пиццу. Ну, безусловно. Пиццы, бургеры, картошку, френи. Слетают вообще очень много. И также мы для детей сейчас вводим раскраски. Чтобы мне было скучно, они во время, пока еда готовится, могут пораскрашивать. Занять себя чем-то. Я предлагаю, пока я буду смотреть, что же у нас находится в Вайбере, расскажите, пожалуйста, что же сегодня представлено у нас в студии, как называется этот лимонад и каковы основные его ингредиенты. Делитесь секретами. Это вот наш бармен, скажем. Это цитрусовый лимонад. Основными ингредиентами являются свежие фрукты. Без каких-либо добавок и примесей. Просто с сахарным сиропом. От нашего зрителя Олега, молодому коллективу Гарри Портера, привет, вы лучшие. Так что можете... Спасибо, Олег. Спасибо пабу Гарри Портер за отличное обслуживание, вкусную кухню, прекрасную музыку. Это сообщение нам пришло от зрительницы Елены. Кстати, ребятам, Виталик и Артем благодарим вас за секцию паркура. Последние цифры 577 от нашей телезрительницы пришло это сообщение. Так что вы можете поддержать ее аплодисментами. Тем самым показать, что... Так, от Дмитрия пришли сообщения. Гарри Портер, лучшее заведение города Дима, Юрченко, лучшее. Ну вот... Постоянный наш клиент. Вот, уж передайте ему. Добрый вечер, поздравляю Гомеле ФМ с очередным годом в эфире. Танюша Ушакова и профессионалы, умницы-красавицы, пламенный привет и любовище Алиса М. Спасибо, Алиса, большое. Любовище особенно. Ну вот пока что все сообщения, которые успели дойти к нам в Вайбер. Давайте переместимся в нашу диванную зону под ваши бурные аплодисменты. Спасибо, Руслан. Спасибо вам. А, это мне просто... Конечно, Саша. Это очень вкусно. Это нереально вкусно. Танюш, хорошо, что ты у меня сегодня в экспертах наших летних развлечений. Так что давай пока я буду дегустировать. Ты займи, пожалуйста, это эфирное время и расскажи все, что тебе хочется о летних развлечениях. Неожиданно на самом деле. Мне кажется, что на самом деле важно чем-то активным заниматься летом, чтобы потом с чистой совестью лечь на пляж, на диван, куда вам только хочется бить горизонтально, поставив галочку уже за активность. Я на роликах и на велосипеде, и паркур я, конечно, не смогу, но в принципе понаблюдать за тем, как ребята активно что-то катаются, мне кажется, это волшебно. Надо учиться. Надо учиться и получить удовольствие, да. Тем более в любом возрасте. Ну и тем более мы уже узнали, что с медицинской точки зрения, со здоровительной и с профилактической, это тоже очень даже хорошо и полезно. Скажите, а вот летний сезон заканчивается и в санатории сосны в том числе. Но я изучил и ваш сайт, и ваше предложение. Работа идет круглогодично, и уже, скорее всего, на осень сформированы тоже какие-то предложения. Можно ли уже об этом говорить? Что предложите тем, кто является поклонником осеннего отдыха и осенних отпусков? Ну, осенний отдых у нас, самое ближайшее, что мы предлагаем, это молодежные заезды. Когда приезжают люди более молодого возраста, для них тоже создаем развлекательные программы с учетом, соответственно, возрастного. И также это хороший повод для молодых людей познакомиться, чем-то обменяться, опять-таки, какими-то интересными впечатлениями по жизни, найти себе каких-то новых друзей, возможно, какую-то новую пару, да, сформировать какие-то отношения, почему и нет. То есть это вот ближайшие наши планы на осень. Ну, вот смотрите, нередко сейчас можно встретить, вот как на примере паба Гарри Портер и семейный отдых, и какие-то детские вечеринки и выездные. Вот то, что касается услуг санатория «Сосны», можно ли говорить о семейном, корпоративном, ну, в частности, о корпоративных каких-то моментах? Да, такое возможно, но единственное, скажем так, оговорюсь, для того, чтобы большая компания приехала и отдохнула в санаторий, да, надо заранее забронировать, наверное, места. То есть вот это будет самое такое, нюансом. А так, пожалуйста, да, у нас предусмотрены все условия летнего. Заранее это за сколько? Ну, все зависит от сезона. Если летом, то это иногда и за три месяца и больше, потому что летние заезды у нас популярные, как и новогодние. Меньшая нагрузка у нас идет апрель-май и сентябрь-октябрь, поэтому вот эти месяцы можно планировать. Мы, в принципе, можем предоставить для организации и, скажем так, помещение, и возможность проведения каких-то мероприятий, как деловых, так и развлекательных. Ну, и, может быть, просто отдых на природе будет. У нас есть телефонный звонок. Зовут нашего зрителя Вячеслав. Алло, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, меня зовут Деркача Вячеслав. Я хочу... Подождите, Вячеслав, что ж вы так сразу, как будто я вас вызвал к доске отвечать, школьный, учебный год еще не начался, а вы дозвонились в самую позитивную программу «Добрый вечер, Гомель». Расскажите, как вы предпочитаете проводить эти летние дни? В летние дни я обычно люблю провожать со своей любимой собакой. Ее зовут, если что, Лаки. Если что, Лаки, мы забывали. Также я люблю ходить на тренировки по тэквондо. То есть вы за активный отдых, за активный образ жизни, особенно в летние дни? Да, да, да. Отлично. Хорошо, мы услышали ваше мнение, спасибо вам за него. Ну, а теперь давайте вот к тому моменту, с которого вы так рьяно начали свой... Зачем-то же вы позвонили нам, Вячеслав? Я хочу... Ну, как бы это ни звучало глупо, но я хочу признать в любви Татьяне Ушаковой, как самый лучший ведущий в Гомеле. Ничего себе! Слушайте! Вячеслав, ну подрастайте, я вас немножечко подожду. Ну, пожалуй, сделаем так. Спасибо, неожиданность, не столько сегодня в программе. Также я передаю привет от Виктории Сергеевны Деркачевой. Спасибо большое. Вячеслав, ну и если мне правильно подсказывает интуиция, то у вас еще поздравления в честь 16-летия, я так понимаю, вашей любимой радиостанции. Да. Ой. Она мне очень нравится, и я мечтаю, когда я вырасту, быть радиоведущей. Я вас подожду, Вячеслав. Радиоведущий, обладатель, мастер, чемпион Тейквондо. С собакой Лаки, если что, Саша. С собакой Лаки. Очень хороший вариант, очень хороший микс для диджея такой радиостанции, как... Как Гомель-ФМ. Можете приходить на радиостанцию Гомель-Плюс тоже. Спасибо огромное вам за звонок. Привет вашей замечательной семье и собаке тоже. Очень приятно, правда. Эти аплодисменты, Вячеслав, вам. Спасибо. Ох, я как-то немножко по-другому собирался переходить к завершающей... Позичь, выпей, Саша, все будет хорошо. Да-да-да. Кстати, я еще не дегустировал эту воду, поэтому, друзья, напоминаю, что у нас сегодня в студии не только вечер летних развлечений, но и вечер дегустации, это вот дивная вода, которую презентовал нам санаторий Сосны. Вода жутко полезная, и сказали, что она еще лечит печень. Поплотируйте. Да, да. Два напитка лучше, чем один. Итак, друзья мои, лето все-таки продолжается, несмотря на то, что эфир программы «Добрый вечер» планомерно подходит к своему завершению. Как собирается санаторий Сосны проводить, провожать эти жаркие, яркие августовские дни? Провожаем заездом активным. То есть лето заканчивается, но у вас все-таки новый заезд происходит? У нас, да. Сейчас как раз новый заезд, и, как уже Вадим Сергеевич говорил, лето у нас достаточно жаркая пора, то есть это активная наша работа. Ну, на ваши тетянистые территории летняя жара не повлияет никак, у вас же можно найти оздоровительную прохладу не только в виде этой воды, но и в виде чистого воздуха. Я уже не говорю про качественные лечебные процедуры. Так что приглашайте всех в ваш санаторий. Приглашаем с удовольствием, приезжайте в наш санаторий. Будем рады вас всех видеть от мала до велика. Приезжайте. Спасибо большое. Ребята, не могу не поинтересоваться у Гарри Портера. Чем же собираетесь радовать своих посетителей этими летними вечерами? Может какая-то программа? Впереди, кстати, выходные, может быть? Завтра у нас выступает тоже один из лучших кавербэндов в Гомеле. Это какой? Ах, как много! Честно, я вот вылетела из головы. То есть можно сказать... Да, да, у нас в группе ВКонтакте будет информация, все это в Инстаграме, тоже все это фиксируется, и вы можете посмотреть. И в субботу у нас тоже будет музыкальная программа. Друзья, я благодарю вас за то, что этим жарким вечером вы все-таки нашли время прийти на часок в нашу, ну, я надеюсь, прохладную студию с прохладительными напитками. Танюша, спасибо тебе, что из своих эфирных просторов ты тоже залетела к нам. Буквально по несколько слов, что же вы пожелаете нашим зрителям этим летним вечером накануне выходных? Я бы хотела, конечно, пожелать тем, кто здесь собрался, и всем, кто смотрит нас сейчас в эфире телеканала «Беларусь-4 Гомель», осталось совсем немного до окончания лета. Какая будет погода, мы не знаем, поэтому ловите каждый солнечный день, наслаждайтесь им, получайте удовольствие. И даже если вам показалось мало, ну, помните, что следующее лето тоже будет у нас совсем скоро, в общем-то. И можно будет тоже проводить его с радостью. Дмитрий. Я хочу пожелать нашим гостям и зрителям, чтобы побольше проводили времени у воды, наслаждались нашим тёплым солнцем, приходили к нам в гости, папа Гарри Портер Бизацын. Андрей. Мы рады всех религий. Вадим Сергеевич. У воды. У воды. Мы рады, чтобы люди берегли своё здоровье, любили жизнь и никогда не скучали. Вот так как? Тогда всё будет хорошо. Галина Ивановна, вам слово. Не болейте, это главное. Пейте водичку. И пейте водичку, да. Ну, а если вдруг что-то, санатория сосна всегда готова подключить. Друзья, эти аплодисменты всем участникам нашей сегодняшней программы. Ну, а всем остальным, хочу напомнить, что завтра будет ещё один добрый вечер. Он обязательно будет добрым, тёплым, светлым и радостным. Ну, а также ищите нас в социальных сетях, пишите нам и рассказывайте, на какие темы вы бы ещё хотели поговорить. Добрым вечером на телеканале «Беларусь4». На сегодня это всё. Удачи. Всем люблю. Обнимаю. Целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok